Мужской понедельник Мужской понедельник Мужской понедельник Председатель Шабалинской районной думы и глава района Шабалинского Это два разных человека Мы тут в Кирове привыкли к другим немножко порядкам Рогожников Александр Евгеньевич зовут главу Шабалинского района Кировской области И еще наши гости Герман Онегин, депутат Шабалинской районной думы Добрый день, Герман Михайлович Добрый день И ваш коллега тоже депутат, только законодательного собрания нашего региона Георгий Лугинин Георгий, добрый день Добрый день, Георгий Васильевич Смотрел на сайте Шабалинской районной думы Всего 14 избранников Да, 14 избранников Пятый созыв сейчас районной думы Шабалинской До 2021 года вы работаете Те вещи, о которых мы сегодня будем говорить Если не ошибаюсь, они в средствах массовой информации еще слабо подсвечены Ну я, по крайней мере, уже читал эту информацию Ну вот, да Как раз по итогам законодательного собрания По выступлению Георгия Васильевича Там была такая реплика Что там случилось? То ли вам дали выступить на пленарном заседании ОЗС 28 июня То ли не дали Георгий Поясните, в чем Ну давайте я сначала расскажу, как ситуация складывалась Сергей Алексеевич мне накануне позвонил Сергей Алексеевич Добровольский Да, Сергей Алексеевич Добровольский Позвонил по ситуации, которая сложилась в Шабалинском районе С одним из лотов по реализации услуг по очистке от снега дорог Мы вообще-то живем уже в июле Ну ладно Позвонил, отправил мне документы Я ему, соответственно, предложил И самому рассказать на ЗАГС Собрании Эту, честно говоря, ситуацию Которая, ну, вопиющая сложилась Там Он, соответственно, приехал Я обратился к Владимиру Васильевичу Быкову Чтобы дать слово в разном Для выступления Сергея Алексеевича Он мне отказался, ослабшись на регламент Ну, в этой ситуации, я думаю, что он мог бы слово и предоставить Регламент не предполагает выступления Законодательного собрания Предполагает выступление только депутатов Законодательного собрания Но были прецеденты Выступали и другие люди То есть, в принципе, это зависит от спикера Как спикеры решились, так и будет Да, это зависит от спикера Ну, отказал, отказал Собственно говоря, я это выступление подготовил оперативно Ну и пояснил вот по этой То есть, как бы сами выступили, да? Да, да, да — Ну и, в принципе, я думаю, что детали сейчас Сергей Алексеевич пояснит, в чем, как там дело обстояло. — Я понимаю, вы сочли, что тема, которую вы сегодня поднимите в эфире, она заслужила внимания ваших коллег. — Однозначно заслужила. — Да. Хорошо, к истории чуть позже. Мы знаем, что вы сегодня в первой половине дня побывали в прокуратуре. — Да, да, мы были в прокуратуре. — Сергей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, про сегодняшнее событие, про это заявление в прокуратуру, а потом уже, собственно. — Будем переходить к сути дела и... — Ну, суть дела, наверное, есть смысл. — Почему глава района вызывает ваши предприятия? — Есть смысл, наверное, суть дела изложить сразу, потому что иначе непонятно, что в прокуратуру-то пошло. — Да, то есть в прокуратуру мы уже обратились как раз непосредственно по данному факту. Дело в том, что вот у нас в полномочиях муниципальных органов власти есть содержание дорог, в том числе и зимнее содержание дорог. Выделяются деньги из дорожного фонда, область там датирует, мы все дотационные районы. И вот как эти деньги расходуются. То есть мы все говорим, что у нас плохие дороги, что нам некуда ездить. По городу Кирова я проехал, но еще более-менее, я не знаю, вот мне понравилось. — Местами более-менее, да. — А у нас каждый год ямочный ремонт, постоянно мы латаем дороги где-то уже в октябре, в ноябре, когда снег прошел. И, конечно, как-то вот это не совсем нормально. Так вот дорожный фонд. И у нас есть зимнее содержание дорог. — В Кирове тоже есть. — В Кирове, да. Но у нас, наверное, больше объема, потому что больше снега, больше заносов. Так вот, каждый год мы заключаем контракт. Не мы, администрация района заключает контракт. Выигрывает его, как правило, Вят Автодор. Потому что крупная организация специализирована, у нее есть техника хорошая, уже отработано все. И вот в конце прошлого года такой контракт был заключен. Но вдруг где-то уже позже, в феврале месяце, появляется еще один маленький контрактик. То есть, если первый контракт с Вят Автодором на 10 миллионов, тут на 1,9 млн. — Ну, как тебе маленький сказать? — Ну, для кого маленький, да. — 1,9 млн. для района это очень большие деньги. — Да, очень большие деньги. Поэтому мы заинтересовались этим вопросом и стали отслеживать его. Так вот, когда вошли в контрактную документацию, посмотрели, дело в том, что все это сейчас очень хорошо есть на официальном сайте госзакупок. То есть, любой желающий может туда зайти и отследить совершенно любой контракт. Мы это сделали, посмотрели. И меня поразило то, что в этом контракте, в маленьком, были к расчистке представлены те же самые дороги, которые уже были заключены в большом контракте с Вят Автодором. — Почему? — Но получилась еще маленькая хитрость, что все эти дороги, они были не магистральные. Они были дороги грунтовые, которые ведут, в общем-то, уже в отдаленные населенные пункты периферийные, которых никто не проживает в настоящий момент. — То есть, заброшенные уже. — Заброшенные деревни, да. — Вы оговорились, все те же дороги. — Все те же дороги, которые уже были в большом контракте, да. — И то есть, из этого большого контракта вы были те дороги, которые ведут никуда? — Да, которые ведут никуда. — И под них заключили еще один. — Как мертвые души, да, у Гоголя. — Интересно, уже очень. — И под них заключили контракт на содержание. Причем не стеснялись, практически все слезали один к одному с большого контракта. Умудрились на этих дорогах найти 136 дорожных знаков, которые надо было расчищать. — А они там есть? — Нет, конечно. Там и дорог-то нету. То есть, дороги-то уже лесом заросли, фактически. Но не большая часть этих дорог. — И прямо вот, правда, никто не живет в этих населенных пунктах? — Нет. Ну, процентов, наверное, если честно сказать, процентов 85 никто не живет. Все-таки есть один человек, где два человека проживает. Но об этом я вот чуть позже расскажу. — Хорошо. — Умудрились в этом же контракте предусмотреть очистку пяти павильонов автобусных. Хотя там никакого автобусного содержания нет, ничего. И контрактик этот маленький, но он был на весь год. Он подозревал, что надо вот эти 134 километра дорог за год шесть раз очистить от снега. — То есть, в феврале заключили на весь 18-й год? — Да, на весь 18-й год. Ну, ладно. То есть, сидим, смотрим, что будет дальше. А дальше вообще очень интересно. Вдруг в мае месяце проходит опять информация на этом сайте, что все, контракт уже исполнен. Поднимаем акт... — Так с новым годом, значит, год закончился? — Нет, год у них... — Нет, получается так, контракт на весь год. — Да, контракт на весь год, а в мае год закончился. — А в мае выполнен. Ну, я и говорю, что с новым годом. — Посмотрели акт выполненных работ. И оказалось, что весь годовой объем работ, 800 километров, то есть шесть раз прочистить дороги эти 134 туда-сюда, выполнен был всего лишь за две недели. С 25 марта там что-то по 10 апреля. Я вот сам веду наблюдения фенологические. У меня записано, что 5 марта уже плюс 10 температуры на улице было, то есть снег активно таять начал. И вот тут возникли большие вопросы. — Как же были потрачены эти деньги? — Да, то есть куда они были потрачены. И второй момент, что и по основному контракту с Вят-Автавдором эти же самые дороги были оплачены, что они были прочищены. То есть был исполнен этот контракт. Дальше стали забирать информацию от жителей населенных пунктов. Да, действительно подтвердилось, что никто не чистил эти дороги. Но отчасти... — Вот в указанный вами период, да? С конца марта по середину... — В указанный период и вообще в течение зимнего сезона. Да, были отдельные участки дорог, которые все-таки Вят-Автавдор содержал. — По большому контракту. — Да, это там, где жители проживали. Были еще отдельные участки дорог, которые наши местные лесозаготовители использовали для того, чтобы ездить в лесные делянки. Ну, по этим дорогам. — Так они сами их чистили. — Да, конечно, сами чистили. Но никто техники вот этой организации... А выиграл-то тендер ООО «Землемер». — А это что за ООО такое? — ООО «Землемер» — это у нас... — «Землемер». — Оно вообще откуда? — Беляев Валерий Александрович является руководителем. Он является у нас еще и депутатом районной думы. — То есть это местный, Шабалинский? — Он не местный. Организация Кировская. Но взяла юридический адрес в нашем Шабалинском районе, якобы, чтобы платить налоги в наш район. Ну и Валерий Александрович позиционирует себя как спонсора во всех мероприятиях активного. Он у нас ведет строительство спортивного объекта. Он дарит детям в школы подарки, библиотеки, книги. И, ну, может быть, это хорошо. Но когда я вдруг узнаю, что вот миллион шестьсот, которых был заключен контракт, и не были выполнены работы... — А миллион шестьсот, подождите, вы там пропустили... — Пропустил. — Там падение на триста тысяч было? — А, да, было падение на триста тысяч. — Понятно, почему миллион шестьсот. — То есть было сначала миллион девятьсот, и на торги вышли две организации. Совета Автодор, который, в общем-то, имеет технику, и ОЗМЛЕМЕР, который не имеет ни лицензии на данный вид работ, не имеет, соответственно, никакой автомобильной техники. — А как допустили до торгов, если нет лицензии? — Ну вот здесь как раз вопрос, который надо было бы задать главе района. То есть глава района и Рогожников Александр Евгеньевич и Беляев Валерий Александрович, они хорошие друзья. То есть они одного возраста, молодые предприниматели, энергичные. И, видимо, где-то у них что-то промелькнуло между собой дружеское какое-то такое начало. — И дело в том, что это не один контракт, который они между собой вот так дружеско разыграли. Там были у нас и контракты еще на поставку понтонных блоков. — Так, давайте поэтому. Хорошо. — Не будем все в одну кучу мешать. — Во-первых, вот я предлагаю, давайте сделаем 40 секунд паузу. — Это маленькую паузу. Это просто у нас по регламенту. Продолжаем нашу беседу. Сергей Добровольский, председатель Шабалинской районной думы. Герман Онегин, депутат районной думы Шаблино и Георгий Лугин, депутат Заксобрания Кировской области. У нас сегодня в гостях. Мы начали разбираться. Интересная история, получается. — В интересном контракте, да. — Миллион девятьсот изначальной суммы контракта была. По 44-му ФЗ это все разыгрывается. — Да-да. — Падение было на триста тысяч, миллион шестьсот. В общем, разбираемся, куда деньги ушли. — И уже в мае он оказывается полностью выполнен. — В мае уже исполнен, получается. — И все деньги оплачены, и все акт подписаны. — Да, деньги уже оплачены, и все по ним получили. — Акт был подписан. Единственное, что у нас глава района не стал подписывать, видимо, акт. Ну, как-то ушел в сторону. — Акт выполненных работ? — Акт выполненных работ, да, подписан первым заместителем. Хотя до этого все акты выполненных работ, конечно, подписывал высшее должностное лицо, глава района, и подписывал еще два специалиста, которые контролируют исполнение данных видов работ. А в этом акте только одна подпись была. — А специалисты? — А специалисты, ну, как я с ними говорил, они примерно предполагали всю эту схему, и просто отказались подписывать данный акт. — То есть подписал только первый заместитель. — Только первый заместитель, да. — Так, давайте про эту компанию «Землемерта» поговорим поподробнее. Что о ней известно вообще? Вы сказали, что техники никакой нет в распоряжении. — Техники никакой? — Ну, я же знаю, как это в районах обычно бывает. Там же все на виду. Откуда техника-то была? — Ну, техника якобы была. — Если была. — Якобы была техника. Есть у нас дядя у Валерия Александровича Беляева. — Беляева. — Да. — Депутата районной думы и руководителя, напоминаю, данной компании. — Да, Колосницын Василий Васильевич, предприниматель. Да, у него есть три вида, уверен, четыре вида техники. И, насколько я видел, путевые листы, они были заключены, вернее, предоставлены на расчистку этого объема работ такой техникой, как МТЗ, автомобиль «Урал», лесовоз и автопогрузчик. — Автопогрузчиком чистили дороги. — Да, да, автопогрузчиком чистили дороги. Но, насколько мне известно, опрашивали трактористов, водителей, и они сказали, что тоже не отказались, не ездили они никуда. — Но по бумагам проходит именно эта техника. — Да, по бумагам проходит эта техника. — А вот я читаю, статья, которая вышла на сайте наблюдатель.ру, якобы проводились бульдозерами и автогрейдерами. — Это в соответствии с актом выполненных работ. То есть есть подозрения о том, что путевые листы появились уже позже, когда почувствовали. — А, задним числом, по вашему мнению. — То есть, а в акте указано, что проводилась работа автогрейдерами. — Да, да, все вроде всерьез, да? — Да, как будто все это было всерьез. И виды работы там очень... Земляные волны надо было пройти, снегозадержание выполнить. То есть это в целые, если идти, там МТЗ делать нечего совершенно. — Это понятно. — Я пытаюсь понять все-таки. Вот эти миллион 600. Работы-то были хоть какие-то, вы сказали? Или вообще их не было? — Давайте переходим к заседанию районной думы, которое у нас состоялось позавчера, в пятницу. — В пятницу. — Ну, это уже позавчера. — 29 июня, в общем, Шабалинская районная дума собиралась. И мы хотели, то есть я, как председатель районной думы, вынес этот вопрос на обсуждение депутатов посмотреть. Но у нас, к сожалению, ну, мы же не к сожалению, но так вот же получилось, что, допустим, в районной думе у нас депутатами является жена главы района. — Ну, вижу, Рогожников Евгений Александрович. — Ты состав читаешь? — Сам же Беляев Валерий Александрович является. И, конечно, решили это дело замять, затушевать, вообще не хотели даже рассматривать. — Каким образом, поясните, заметьте, затушевать? — Вы председатель думы-то ведь? — Председатель думы я, но вы... — У нас вон председатель ЗАГСобрания что хочет, то и делает. — Нет, он выносит вопрос, депутаты решают, будет он рассматриваться или нет. То есть вы не единолично решаете вопрос. Вы предлагаете, значит, вы не... — Вопрос я в разном. Я вопрос предложил в разном. Сказали, что давайте вообще не будем рассматривать. У нас есть такой депутат районной думы Селезнев Андрей Геннадьевич, кировский человек. Но он почему-то... — Кировский в смысле? — Ну, он не наш местный. То есть он как бы по прописке наш местный. Живет, кстати, в деревне Оськино Черновского сельского совета, где нет ни одного дома. — В какого района? — Прописан. — Прописан. — Да, и к этой дороге, к его дому чистили дорогу якобы. Я его спросил, чистили? Он говорит, да, чистили, чтобы депутат мог выехать. — Ага, чтобы депутат мог выехать. — Подожди, дом-то жилой там, где он прописан? — Там нет ни одного дома жилого. — Он просто прописан, но он там прописан. — Он там прописан. — Ну, не знаю для чего, может быть, чтобы от налогов так проще было уходить. — Ну, туда налоговый и добраться, наверное. — Может быть, да. Ну, в общем, ситуация была такая, что... — Вот понимаете, депутаты районной думы — это, конечно, не депутат законодательного собрания, который и за словом в карман не полезет, который, может быть, уже и, ну, как стрелянный воробей. А у нас люди, часть предпринимателей, часть люди, которые связаны с бюджетной сферой. И поэтому открыто выступать, когда вот видят, что такое вот вообще невероятное творится, и понимают, что это, скорее всего, может быть закрытой темой, и она вообще будет и дальше продолжаться. — А что значит закрытой? — Ну вот, понимаете, вам надо было присутствовать. — Деньги щи, народные деньги. — Погоди, Сергей Алексеевич, у нас вот есть депутат, да, вот есть депутат. Вот, вроде, говорите, у нас живой депутат, Герман Михайлович Шенегин. Герман, вот как это вообще все происходит у вас? — Ну, это происходит очень интересно, как Сергей Алексеевич сейчас говорил, что в Думе у нас там кто вроде и нормально относится, но они все промолчали, потому что то ли кто-то испугался, кто-то что-то. — Испугались, потому что работают в бюджетной сфере, испугались давления. — Сергея Алексеевича в этом деле поддержал один я. Он когда прямой вопрос задал, что кто поддержит, кто подпишется. Никто, все промолчали, отвернулись и промолчали. Вот так вот у нас такая Дума получается. — И на Думе-то я вопрос задавал конкретно Беляеву. Ты скажи, вот здесь перед нами чистили дороги? Он говорит, нет, я не буду вам говорить. Ну как вот, мы на Думе все собрались, мы обсуждаем бюджеты района, куда деньги уходят. Я Селезневу говорю, Андрей Геннадьевич, он, кстати, является председателем у нас бюджетного комитета в нашей районной Думе. Я говорю, почему ты-то не расследуешь? — Главное по финансам. — Главное по финансам. Это наше полномочие районной Думы осуществлять контроль за деятельностью администрации района. Я говорю, почему ты-то сидишь, то есть ты не выполняешь свои полномочия. А закончилось все тем, что эти депутаты, значит, Рогожникова Евгения Александровна, решила выразить недоверие мне, как председателю районной Думы, что я этот вопрос выношу на рассмотрение районной Думы. Понимаете, какой абсурд получается? — А ее предложение? — Ее предложение отстранить меня, чтобы я не подоражил. — Его поддержали? — Не поддержали, но пообсуждали. — Ага, пообсуждали. У вас вообще-то очень интересная ситуация на Думе. То есть обсуждения не было в итоге вот этого вопроса? — Обсуждение было такое. Я спрашиваю, кто чистил дороги. На меня начинают... Типа, не туда лезешь, мы тебе не будем отвечать. Я спрашиваю, почему был заключен такой контракт второй. Сидит у нас Медведев Александр Валерьевич, это зам по ЖКХ. Да, он мне начинает нам всем депутатам объяснять, что да, деревни вроде бы нежилые, но вдруг кто-то бы зимой захотел туда приехать. — Семья Медведей. — Да, а дороги нет. А мы для них вот туда специально в нежилую деревню дорогу прочистили. — Как будто бы других проблем в районе дорога нет. — Я с чего и начал. С того, что у нас столько неисправных этих дорог, столько ям на дорогах. Каждый год мы эти крохи делим таким образом. А тут вот миллион шестьсот, то есть, как в народе говорят, собираем крохами, а ворохами разбрасываем. Получается, что столько разбрасывали. Но, понимаете, мы все живем в одной маленькой деревне. И когда вот пошла информация, что такой, ну, так скажем, контракт сомнительный появился, то тут же народ стал говорить, да, вот у нас Беляев Валерий Александрович, он хороший такой предприниматель, крепкий, он подарок стоит для района. И у него деньги закончились, вот этот спортивный объект. И вот якобы глава района решил с ним рассчитаться. — И чтобы он мог закончить спортивный объект. — Да, строительство спортивного объекта. — Простите, это называется нецелевое расходование. — Ну, это мягко. — Может быть, да. — Мягко говоря, скажем так, это мягкая формулировка. — Вот еще раз хочу, да. Это впервые произошло? Вот такой маленький контрактик еще дозаключается? — Нет, такие, вот мы рассматривали, такие контрактики, они раньше были, то есть, но другие объемы работ совершенно. Да, конечно, можно понять администрацию района, она заключает в целом на весь год контракт, но вдруг какие-то появляются еще неотложные работы, которые невозможно предусмотреть. И тогда появляется, да, еще какой-то дополнительный контракт. Но здесь те же самые работы, те же самые виды работы. — Да, 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 и те же самые дороги. Здесь вот абсолютно никакой необходимости не было в этом маленьком контракте. — Так, хорошо, миллион девятьсот, вот на момент заключения контракта эти деньги где были? На чем баланс? — Ну, я думаю, что на балансе администрации района. — Администрация района, да. — То есть деньги в районе уже были? — Были, да, было известно. С начала года было известно, сколько выделено. — Область, Дорожный фонд, комитет выделил, они там были эти почти 2 миллиона рублей. Работы быстренько сделаны, там получается 2 недели, да? — Да, за 2 недели. — 2 недели. — То есть деньги куда-то упали. — А деньги все, деньги перечислены были. — Вот это компания «Землемер». — Ой, «Землемер», «Землемер», простите. — В мае месяце в полном объеме все было перечислено, миллион шестьсот тысяч. — А добиться информации о том, что были эти работы или не было их? — На Думе не получилось. — Не получилось. — Да, поэтому мы обратились в прокуратуру Кировской области. — Николай, как называется? Деньги упали, работ не было. — Знаешь, вот как раз прокуратура есть пошла, давай мы не будем давать юридических оценок, мы на это просто не имеем права. — Если предполагать. — Если предполагать, то мы, наверное, уже после эфира поговорим. Но я думаю, что так как это деньги все-таки областные, да? — Я думаю, что область должна разбираться. — Область должна в этом безусловно разбираться. — Поэтому и на законодательное собрание-то я попросил, чтобы эта тема была озвучена. Почему? Потому что, может быть, это и не по одному нашему району такая схема, мы же не знаем. Давайте, ребята, разбираться. — От этого легче-то не становится, собственно, если... — Нашему району, да. — Да, точно совершенно. — И мне здесь непонятно. Вот, понимаете, я раньше был на законодательных собраниях, когда председатель районной думы что-то хочет доложить. Наверное, я не клоун какой-то, не просто пропиариться хочу там или еще что-то. — А сейчас вроде и не выборы. — Да, и не выборы. И мне не дают слова, но это ладно. Но я вижу реакцию председателя законодательного собрания, когда звучит информация о том, что действительно там что-то жуткое творится. И он совершенно это мимо ушей пропускает и говорит, все, спасибо депутату, давайте следующего послушаем. Вот это вот меня поражает. То есть вот я увидел, что, может быть, будет замято все это. Почему? Потому что председатель Единой России, глава района, член партии Единой России, мне сегодня говорят, что Единая Россия не хочет на свой мундир пятно посадить. Давайте прикроем голову, и все будет сшито и крыто. А я думаю, какой же монстр будет дальше потом? — В последнее время дело в том, что Единой России куда не смотришь везде, поэтому пятна возникают периодически. Их уже довольно-таки много. — Но пятна выводить надо. — В общем, то заявление в прокуратуру, да, вот я вижу. — Да, есть заявление в прокуратуру. — Азавизировано уже, печать стоит, все, что принято. Вот вы, в общем, изложили в этом заявлении то, что сейчас произнесли, озвучили в эфире. — То есть, в принципе, должна быть проверка, и в случае, если вот то, о чем ты говорил, как это квалифицировать, если там найдут признаки именно преступления, то должно быть возбуждено дело. — Но давайте вот еще Герману Михайловичу слово дадим, потому что он-то живет непосредственно на селе, в село Архангельское, там, где эти дороги якобы должны были чиститься. И он, как местный житель, все это знает и видит. — Может, он видел Грейдерта? — Герман Михайлович, я прошу прощения. — Когда, Герман, прошу прощения, реклама у нас. — У нас в это время реклама, а потом продолжим. — Нужно выпустить, скоро вернемся. — Давайте сразу слово Герману Михайловичу Онегину, как жителю села Архангельское, да? — Ну, когда я узнал, что дороги были выполнены, по путевке были выполнены, в деревне у нас пруды, большие ковыли, где никто не живет. Но я же живу в Архангельском, и любой житель подтвердит эту ситуацию, что здесь дорог не было. На сторону прудов от Липова 4 километра. Там километр содержат лесорубы, в сторону прудов. А дальше уже все, 3 километра, никаких следов не было. — Следов чего? — Ни весной, всю зиму. — Следов дороги не было или следов работы? — Работы не произведены полностью. Там не было следа и никакой другой техники, кроме «Автодора». «Автодор» делал работы только на асфальтовом покрытии. А в деревне, в жилые, делали ОАО «АПК Архангельское». Во главе этого у нас сельхозпредприятия. Там бульдозера у нас свои, и выделяются. И внутри хозяйственные все дороги. Вот выполнял «АПК Архангельское». Другой техники у нас чужой никогда не было. Все равно это деревня есть деревня. — Так там понятно, что на виду все. — И дороги прекрасные. Я рыбак ездил на рыбалку по лесной дороге, на пруды от ворот. Не было всю весну ни одного следа. — А в деревне пруды там прописан кто-нибудь? — И в большей коволи также. — В деревне пруды прописан кто-нибудь? — Прописан, вот я не знаю. — А живут? — Жителей там давно нет. В больших коволях тоже нет. — То есть заброшенные уже деревни, да? — В Пчелинскую, в Чемряковскую, не знаю, они писали или нет. Там у нас зерновой склад есть, и в Пчелинской живут. Но это там селосная траншея у нас. Там ведет «АПК Архангельская» дорогу расчищает. — То есть сельхозпредприятие самоочистит? — Да, сельхозпредприятие. Чужой техники тоже там не было. Это я заявляю официально. Потому что и любой житель нашего села это подтверждит. — Ну понятно, население на самом деле трудно. — Вот это я хотел сказать. — На посторонней технике появится, чтобы тебя не заметили. На велосипеде ты приедешь, тебя приметят, тут же все обсудят. — Сергей Алексеевич, вы там упомянули. Хотелось бы поподробнее, чтобы вы поделились. Якобы господин Беляев что-то там сделал, ему не заплатили. — Нет, и не то, что ему не заплатили, он строит спортивный объект, борцовский зал. Действительно хороший и может быть нужный. — Это в Ленинском? — В поселке Ленинске, да. И он позиционирует, что ну как вкладывать собственные деньги в это. А информация прошла о том, что у него проблемы финансовые. И чтобы закончить строение, что вот такой контракт появился специально для этого. Но это чисто слухи наши деревенские. — Слухи? — Да. — Но я предполагаю, что по окончанию строительства там будет договоренность о том, чтобы через какую-то областную программу выкупить этот объект, муниципальную собственность потом. — Дождите, как-то вот такой вот. — Нет, ну у нас же так делают. — Широкий души человек строит детский сад. Потом его государство выкупает, и человек, которого все считают благодетельным, на самом-то деле он просто сделал бизнес. — Ну, как-то мужа, вот как-то ведь должен покрыться за затраты. — Так что это нормально. — Заработать бы еще и желать. — Скорее всего, так оно и будет. — А что представляет собой этот борцовский комплекс? — Ну, борцовский комплекс... — Он капитальный, каменный, большой. — Да, капитальный, красивый, желтого кирпича, большой потолок, зал большой, где-то, наверное, 12 на 12 метров. — Есть кому заниматься? — У нас есть кому заниматься, хотя, в принципе, потребностей в нем как таковой нет. — А почему именно борцовский? Он сам борец? — Он, видимо, да, сам борец был в свое время. Заканчивал, ну, он сам житель Шабалинского района, поселка Ленинское. Ходил в секцию и позиционировал сначала, вот как жест широкой души дарит жителям, молодым парням. — А примерная стоимость этого объекта неизвестна? — Я в этом неизвестна. — Ну, это тем более, что это строится за его деньги, тут это чужое, в чужом кармане деньги считать. — Нет, сама идея, конечно, привлекательная. — Есть здание, зал хороший, борцовский сейчас, здание детско-юношеской спортивной школы. Традиционно у нас борцы занимаются в здании полиции, тоже у них там борцовские. То есть такой острой необходимости не было. У нас действительно нет спорткомплекса нормального, нет волейбольной площадки. В свое время трагедия произошла, сгорела. И район-то принимал участие в программе по строительству полноценного спортивного комплекса. — ФОКа вот этого, да? — Да-да, ФОКа. — Физкультурно-оздоровительный проект, да? — Да. Но пока мы туда не попадаем. — Ну, там условия свои, как-то. — Да, там есть условия, как-то будет. — А как это так ваши коллеги по Думе так вшикали на вас и предлагали? — Ну, у каждого есть свои интересы в этой Думе. — Вы как глава, как председатель не имеете таких, что ли, полномочий? Дожать и все-таки вынести вопрос на обсуждение? — Ну, вот мне как раз упрек и был... — Есть у вас такие полномочия? — Высказан упрек в том, что я выношу ссоры из СБ. — Что надо вот вообще не разбирать эту тему. Надо сидеть, молчать и, значит... — Ну, раз такие упреки вынесены, скорее всего, есть смысл на самом деле в этом разбираться. — А кто конкретно это вам говорил? Сорозы из СБ не выносите? — Ну, образно. Ну, вот, допустим, Рогожникова... — Ну, вот Рогожникова, да, вы упомянули, Евгения Александровна. — Она пыталась у меня... Вот откуда вы эту информацию получили? Что вы там тень на плетень наводите? — Ну, тут же сидит депутат Беляев, я его пытаюсь сказать, давай разберем эту тему. — Если чистил дороги, так ты скажи, вот сейчас здесь перед всеми, куда конкретно, какой трактор у тебя ходил? — Он говорит, я не буду тебе отвечать. — Ну, и что-то мне там сказалось, что мне надо у кого-то там провериться, у врача какого-то. — Ну, это шутка. — Ну, по слову уже, да. — Слушай, это не... — Нет, ну, смотри, опять... — Это не Дума какая-то, ну, не знаю, какие другие ассоциации приходят. — Мы начали этот разговор с такой... — Я не буду, я не хочу. Нет, давайте закроем эту тему. — Смотри, мы начали с такой этой фразы, у нас тема такая заявлена, что депутаты Шевлинской районной Думы могут выразить недоверие о главе района. Так вы не можете выразить, два человека всего. — Нет, на сегодняшний день, да, не можем. — Мы свою вот гражданскую позицию, вот заявление в прокуратуре, прокуратуру оформили. — Ну, кроме прокуратуры, есть же еще и другие контролирующие инстанции. — Я... — В конце концов, контрольно-счетная палата Кировской области, которая вот эти деньги контролирует, это же деньги областные. — Конечно. — То есть надо к Ирине Николаевичу идти. — Конечно. Ну, я-то своим депутатам пытался доказать, что это в первую очередь честь нашего мундира, районной Думы. То есть мы должны эти вопросы у себя решать. Если мы не научимся этого делать сами, то зачем вообще смысл тогда районной Думы в чем? Это же мы избранники народа. — Так вы должны контролировать деятельность администрации, это ваша задача. Мы должны и принимать бюджет, и принимать программу социально-экономического развития, и контролировать исполнение. То есть контролировать абсолютно все. И вот по дорогам у нас, допустим, на других заседаниях мы высказывали претензии свои. Да, вот такой-то населенный пункт. Солью не посыпали вовремя. — Зимой мы имеем в виду. — Да, зимой. — Не расчистили, и давайте контроль. Но как-то это все как в вату проваливалось. А, допустим, сегодня вот такой факт у нас по нашему району, что основной контракт с Вятоавтодором на летнее содержание дорог, на ямочные ремонты, на все, на все, на все, он на два месяца позже был заключен. — Из-за чего? — По отношению к прошлому году. Вот на Думе я спрашиваю, вот заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ Медведева, Валерия, спрашиваю, почему на два месяца был позже? А он говорит, у нас глава района сейчас новый, прогрессивный, он думающий, он два месяца изучал смету, смотрел, что можно сэкономить в этом контракте. Я говорю, ну вот, значит, он смотрел, что можно сэкономить, и нашел деньги сэкономленные, куда пустить вот на этот миллион девятьсот. — Задержка, это опять будет то же самое. — Конечно. — В октябре будут дороги делать из этой задержки. — У нас ведь не только асфальтные дороги, у нас еще есть грунтовые дороги, у нас есть такие деревни, как Жернова, есть деревня, значит, Большая Малая Козловка, есть Николаевская, Шохарда, куда и ведут дороги, которые вообще в непроежном состоянии все это время находились, которые надо было... — А эти деревни жилые? — Жилые, эти деревни жилые. То есть эти дороги надо было грейдировать в мае месяце, когда установилась летняя сухая погода. — Когда высохла, да, после палатки. — А после этого их не отгрейдировали, потом дожди, и люди до сих пор еще не могут оттуда выехать. Потому что это целая трагедия для маленькой деревни. — А глава района два месяца изучал смету, вместо того, чтобы выполнять работы. — То есть сейчас как раз сколько у нас было ребят по дорогам, все говорят, что чем раньше принимаются... — Конечно, конечно. — Тем лучше и качество, и выше, потому что делают сухую. — Но мы-то... Я-то ведь могу предположить, для чего это было сделано. Потому что появился еще один контракт очень интересный. На устройство понтонной переправы через реку Какши. Там вообще-то тоже целая анекдотичная история. Когда понтонные трубы были привезены в начале марта, а потом уже спустя состоялся контракт. И опять ООО «Землемер» в этом контракте отыграл. Трубы были эти понтонные привезены. Причем они, что самое интересное... — Прямо все видели, да, что они привезли еще? — Да, да, есть фотографии. — Есть фотографии, чем нет. Дело в том, что в эту деревню Жирнова, чтобы ехать, три раза надо мосты через реку Какши пересечь. Она у нас разливается и доставить туда только по зимней дороге. — Ну, это свойственно рекам по весне. — Только по зимней дороге можно. И поэтому их привезли туда в начале марта, а по акту доставки они 20 апреля, когда самый пик паводка. — Туда дороги нет. — Когда туда дороги нет. И опять ООО «Землемер». А когда я сел посчитать, сколько же стоят понтонные секции, которые бэушные привезены, она там из газовой трубы выполнена, ну, примерно 60 тысяч. А за одну секцию было заплачено по контракту 180 тысяч. — То есть шесть таких секций было привезено. — Ну, это мои, конечно, предположительные. Я в прокуратуру заявление сюда отразил. — Это тоже там есть, да? — Да. Но, ладно, привезли эти секции, хорошо, шесть, хотя достаточно было двух. Положить поперек русла, и по ней бы вполне могли проехать техника. Их привезли шесть, и теперь не знали, что с ними делать. Как класть-то их? И решили положить их уже вдоль. А труба одна — 11,5 метров. То есть они решили, что проезжая часть должна быть 11,5 метров. — Хорошая, как в Чикаго, блин. Но проблема-то в чём? Проблема в том, что теперь надо это положить и выполнить работы по устройству этой переправы. И для чего глава района изучал два месяца смету дорожную? Чтобы выиграть деньги на устройство этой дорожной переправы, то есть на устройство этого бантонного моста. — Шириной 11 метров. — Шириной 11 метров. Но в чём проблема? Проблема в том, что это плавучая переправа. — Минуты, Сергей Алексеевич. — Если на метр, хотя бы на полметра поднимется уровень воды, то на эту тонную переправу не заехать. — Ну понятно. — То есть конструкция 11 метров на 9, её никакими тросами, никакими якорями во время паводка не удержать. Её просто снесёт. И опять 2 миллиона 300 тысяч из районного бюджета. Я опять уверен, что опять его землемер. — А там вообще весь бюджет районный какой? — Ну порядка 180 миллионов. — Миллионов в год. — Неплохо, неплохо откусывают. — Ну что могу сказать? — У нас ещё господину Варилию Александровичу Билееву, руководителю. Компании «Землемер». Вот если то, что произнесено у нас в студии, действительно так. Неаккуратно работайте. — Неаккуратно. — Неаккуратно. — Следов много. — Неаккуратно. Следите очень сильно. — Вопросов много. — У вас было там пару слов. — Так мягко сейчас попробую. — Сформулировать, хотят другие слова. — Ладно. — Друзья, завершение нашего эфира. Хотел обратиться как депутат законодательного собрания Киевской области. Меня туда наши избиратели делегировали представлять их интересы. Среди них наверняка найдутся и депутаты районных, дум сельских. Так вот, я обращаюсь к вам, чтобы вы следовали примеру Сергея Алексеевича. Вы насилие. Мы будем отстаивать интересы. И надеюсь, это дело доведём до конца. И правда на нашей стороне. — Тем более, это бюджетные деньги. Все говорят, давайте бюджет экономить. А тут вот что. — Ну ладно. — Очень любопытная история. Прям вот втронул. — Очень интересная. — Втронулы, конечно. — Будем надеяться, что она не только нас заинтересует. — Да. — Компетентные органы также. — Вы понимаете, если всё вот так вот сойдёт с рук, то я просто потеряю ориентир в жизни. Картина жизни рушится. То есть, правда, справедливость. — Вы правы абсолютно, Сергей Алексеевич. Справедливость, справедливость. Вот о ней пока остаётся. Только мечта в данном случае. Спасибо большое. На этом дневной разворот завершён. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова